То есть сайту «Философский штурм» в ноябре месяце 10 лет. Будем ли мы это дело как-то отмечать? И что будем делать при этом? Александра Дмитриевича? Да. Александр Дмитриевич? Вот, просто ситуация. Можно устроить банкет? Нет, банкет. Зачем банкет? Надо будет делать то, что будет. То, что мне приходит только в голову. Мы знаем, что есть там такой праздник большой, называется «Дни философии» в Санкт-Петербурге. Или как они как-то называются? Да, как говорится. Да, и устроить там в рамках этого большого собрания, найти там аудиторию и устроить там в рамках этого собрания, конференцию. Вот то, что я могу предложить только. Вот из моих идей. Только надо, кто этим занимался, потому что нет Игоря Зайцева, а он в это дело, в комитет этого дела вхож. То есть, поэтому я как бы... Если есть какие-то другие предложения, то самое лучшее ничего не делать, пожалуйста. Ну и что, с ним? Десять лет, десять лет. Можно еще пригласить там другие информальные арбитерские. Ну, а зачем они нам нужны? Ну... А там же, я понимаю, у нас будет не бесконечный срок, а будет один день. И по этому поводу, то есть, связаться как бы с Зайцевым, если у нас этот проект проходит, то, значит, можно тогда начать тихонечко шевелиться, то есть на философском штурме размещать эту вещь, интересоваться, кто что хочет. Кто готов приехать, кто не готов приехать, хотели делать какую-то худшую конференцию собственными силами. Ну, записывать ее на видео. Но это все-таки напряг, как вы понимаете. Сколько дней это идет, вот эта международная конференция? Два дня, один? Два обычных дней, кажется. Не помню. По-моему, там это неделя там или... Нет. Не петербургская философия? Да, неделя такая-то. Ну, дня четыре, по крайней мере. Это середина, да, учитывая. Ну, вот поэтому Зайцев как бы и нужен. Потому что в этом... Нормальная сторона. Вот я сейчас... Покачево без Зайцев, вот он начал говорить об этом. Статистику зашел. Первая запись на сайте философский штурм была 13 ноября 2006 года. 19 часов 47 минут. До этого первый пользователь зарегистрировался 14 ноября. То есть, у нас ничего не было, но пользователь зарегистрировался уже. И за это время зарегистрировалось 2018 пользователей. Вот. И... 8719 записей, 173 460 комментариев. Вот. То есть... Всего 2000 пользователей зарегистрировалось за все время? Да, за все время 2018. Я думаю, больше, блин. Нет. Я как-то их считал, по-моему, было больше. Ну, я по ВАЗе посмотрел. Комментариев, да, 173 тысячи. В смысле, и один автор несколько раз писал в этом же тему, да? Ну, там все пишут по десятке, десятке, десятке. Я в свое время устраивал геноцид зарегистрированных пользователей массы. Когда это был... По такому принципу берешь, там ни одной темы нету, а симпатичная мордочка. Обычный Киев, Днепропетровск, что-то еще. Они там одинаково совершенно регистрировались. То есть, одни и те же стены были. То есть, был работал робот, который нам этих таких зарегистрировавшихся подкинул. Я их просто удалял. Нет, ну что? Ну что, а если не выйдет это дело? Нет, просто кто готов этим заниматься, вопросом этой конференции? Там же еще что-то там надо сделать. А что ты поднимаешь под конференцию? Это означает, что должны быть, по всей видимости, какие-то доклады. Они должны быть прослушаны, видео должно быть обработано. А вся информация по этому выложена, не думаю, что в качестве печатной формы, выложена на сайте «Философский шторм». То есть, создаем сейчас паблик на «Философском шторме» и смотрим, кто что хочет, кто готов этим заниматься в понедельник. Нет, ну может быть, какие-то резюмирующие доклады по тем темам, которые были подняты. Каждый вот что-то... Ну каждый, да, каждый что хочет. Ну если да, надо понять, кто что хочет. Семен, действительно, можно выделить за это время около десятка типовых тем, которые развелались. Я не готов это сделать. Да, начиная от «Философского шкафа». Да, «Директор шкафа» я помню, да. Да, и... Что там писали, я не знал, я не читал, потому что... А то, что там этим люди занимают... А мне кажется, лучше пойти по линии, что каждый доклад сделает, чтобы не надо. Да. Ну тоже можно. В свете того, что кто их... Нет, просто, с одной стороны, может быть мало народу, с другой стороны, может быть много, ну кто-то приедет. Нет, ну свой доклад там в свете, как сказать... Какие доклады уже были? В Родину, в свете Родину, я имею в виду. Ну, это, в общем-то, непонятно. Это непонятно. То есть, если мы... То есть, рассказать о собственной рефлексии, вот, понимаешь, может, а... То, чего вот... То есть, надо как бы избрать этот организационный комитет, избрать зайцевого его председателя. Ну, я думаю. Ну, это Питер, а там же представлены и зарубежье на сайте, и вся страна. Ну, они же не приедут сюда. Ну, не приедут, а что-то на сайте они тоже хотят. Может быть, там... Ну, можно, так сказать, у сборной сделать, те, кто не такой... Ну, я не знаю, просто как бы стоит это, не стоит это, нужно это, не нужно. Нет, просто трансляцию в YouTube можно запустить. Смысл-то... Смысл всей этой деятельности, он какой? Кроме 10 лет. Вот мы тоже же собираемся, что-то рассказываем. Да, ведь правда же? Что-то мы делаем. Ну, смысл обратиться к зрителям, что вот существует, у нас плохой микрофон, нету микшера, плохая камера. Ну, неплохая камера и неплохой микрофон, если вот возьмете открытый философский факультет, вы поймете, что мы очень хорошо оснащены технически. Или европейские университеты, если будете сравнивать. Но все равно лучше, чем у других. Ну, да. Да, и сайт функционирует. В отличие от всех, за это время открывавшихся и закрывавшихся, продержался вот философский сайт один. Из неофициальных сайтов. То есть, у Александра вас не было, я боюсь, что мы бы тоже... Да нет, там народ же... Нет, он бы работал так же бы, и сел бы на пятом друпале бы, и сел бы. И я вручную бы чистил бы эти авгивы конюшни просто. Из итальянских роботов фармацевтических. Нет, сейчас уже их не стало, поскольку капчу заменил, но сейчас капчу руками вводят специальные люди, которые за те же биткоины, за копейки вводят капчу. И поэтому реклама проходит, но мало. Буквально там в неделю, на прошлый месяц появилось. И один раз, два в несколько дней. Ну, ясно. Вот, такова, значит, вот эта самая ситуация. Ну вот, если вот кто-то еще готов принимать участие в этой организационной работе, кто-то готов зайти в оргкомитет, всем этим заниматься. Ну, кто, вот Александр Сергеевич, вы готовы, да? Ну, это же не так просто. Это же тоже на какие-то действия надо будет. Не просто, ну, как будет еще одна у них секция. Нет, у них-то будет, это понятно. Но это же тоже надо пробить, получить аудиторию. Потому что я, у Зайцев всегда в сентябре им интересовался. А не пойти нам там на конференцию, не оказаться в этом? Он говорил, что всегда поздно уже. Что этим надо заниматься было в июне. В каком кафе? Да, в каком-нибудь еще там. Да, действительно, давайте как-то мы в кафе сделаем. Это же можно договориться, в принципе. В философском? В философском? В философском кафе договориться? Нет, 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 с обычным. Не с организацией. Ну что, все, да, по этому поводу? То есть все решили, что все конференции нравятся и все во первых взятиях. Еще вопрос, да, чисто организационный. Предлагается ввести сайт «Философский штурм», значит, новую графу. У нас есть там философия и гуманитарные науки. Предлагается ввести науку и технику. Я уже два месяца не предлагаю. Давай это не сортировать, что. Да, я, значит, могу объяснить, почему. Потому что у нас в стране была единственная штука, где работали. Это был форум в Синьюз. У него была там наука и техника. Значит, потом его люди забросили, то есть перестали его модерировать. А потом вообще бросили. Имбрана была, и она тоже вся свернула. И она, он накрылся. Почему? Потому что у тебя, когда кто-то пишет тему обычно в форуме, она наверх поднимается. А у них этого не работает. То есть кто-то поднимается, где-то не поднимается. Модерация отсутствует, чистка отсутствует, движок не работает. Сообщения начали пропадать и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, если будет несложно вот такую тему одну сделать. Я уже... У нее все существующие касательно. Да, я две эти штуки, два раза. Может, они туда переедут к нам, в конце концов. Два раза уже, два месяца назад обещал, что я в течение то ли года, то ли месяца напишу эту инструкцию по обращению с техом. Ну, напишу, наверное, в конце концов. В чем обращение? С техом, с техом. Ну, проблемы... А, тех, в смысле формул? Да, визуализация формул. Визуализация формул, как это вставлять? То есть я это дело испытаю на базе нашего движка. Нужно посмотреть, может, есть онлайн-сервисы, где формул... Ну, вот так и это и будет, имеется в виду, да. И онлайн, и не онлайн, и всякая... Ну, вот есть, империя числа, допустим. Империя числа. Есть онлайн-сервисы. Да, 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 да. Вот такие вот вещи, вот, про все это расскажу, и как бы это сделать. Согласны, да, что такую тему стоит, и вот эту вещь можно ввести, потому что я говорю, что все научно-технические формы, по моим ощущениям, в стране умерли. Ну, вот как-то так. То есть раньше вот была такая графа. Может быть, у ленты что-то там, но у ленты там нет дискуссии, там просто статьи делаются под это дело, дан какой-то бюджет, и они статьи эти выкладываются. Я вот тоже обратил внимание, недавно, как-то все умирает в сети. Да, да, да. Ну, вообще-то фейсбук перебил очень сильно, многие переместились. Из ЖЖ переместились в фейсбук. Да, народ в фейсбук переезжает в фейсбук, это есть, но там... Ну, фейсбук там не общается. Там кроме политики ничего нет. Переезжает в фейсбук, ну, и я в фейсбуке давным-давно. Ну, это разные вещи. Я, да. Совершенно вещи. В фейсбук не напишешь какие-то развернутые статьи, да. Ну, что там делают, я не знаю. Там, по-моему, политика и картинки. Картинки и политика. Нет, там вот московская группа философ-аналитиков сознания. Они шкуртились в ЖЖ, и какое-то время, когда ЖЖ сбоила, они переместились все в фейсбуке. В ЖЖ умерло полностью, там никто. Там был Горбатов, вот, окучивал как-то. А сейчас все это в фейсбуке. Это что-то со временем связано. А ЖЖ все, что ли? Нет, живет. В ЖЖ живет еще за счет того, что ЖЖ может зарабатывать, а в фейсбуке нельзя зарабатывать. А как ЖЖ зарабатывать? Ну, в ЖЖ там рекламу нужно разместить, там есть какие-то... Там, ладно, там есть возможность, а в фейсбуке никак. Там только так наращивать аудиторию, если... Ну, да, то есть... В общем, когда твой интерес в этом фейсбуке... Ну, вообще, общение, не зарабатывать, общение. Влог на философский штурм существует в фейсбуке. Я создал, как его, Аркадия, из этого. Ну, какой-то... Ну, да, поддерживать, уже нужно поддерживать. Если не поддерживать, то... Нет, не философский штурм в фейсбуке, в фейсбуке, в философском штурме. Ну, да, это нужно развивать тогда. Ну, вот, нет, развить невозможно. Нет, нет, нет. Развивать, ну, чтобы порядок навесить. Нужно порядок навесить. Нужно... Собто на всякую ерунду, понимаешь, там не прерывали докладчика. Ну, нет, 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 не поэтому, не поэтому. Поэтому, потому что, я же тебе говорю... Наоборот, оживее получается. Да не оживее это. Нет, просто темы, какие... Можно плотлановые темы делать. Нет, это тоже неинтересно. Это все, это дело не в том. Дело не в том, просто... Нет, ну, если давай сейчас решим, что мы... капитализируем там YouTube, давать и совместно решим. Ну, там, 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 какие доводы за есть. Ну, как, хоть какие-то копейки. Минус состоит то, что... Ну, это... Кто-то должен будет модерировать. Мамам, уже ложатся специально. 30-30 евро. Все, Google Adsense сделает там все, что показывает. То есть, автоматически поставлена на все сама, что ли? Да, ну, конечно. И реклама вот так, которая по тематике... Ну, более-менее. Ну, по крайней мере, YouTube, никакому парку, и прочее, не пропускаем. Он сам заинтересован. Он сам заинтересован. Чтобы соответствовала рекламу. Он привязывает... Ну, там, реклама, там, какие-то, там, не знаю, подгузник, что там. Нет, ну, это нет, нет, нет. То, что я смотрю, оно не... Нет, там обычно... Ну, реклама для человека зависит. Более-менее привязана к каналу. То есть, он понимает, что смотрит человека, которому актуальны женские параметры... Ну, давайте, включим. Он им ставит женские параметры. Я не только категорически против, я просто давайте решим, что. Если мы сейчас решим, собираем... Ну, это абсолютно бессмысленно, только действительно копейки, если вот... Ну, там копейки. Мы все же о формате не договоримся, понимаешь? Потому что вот все же... Дело не формата, дело в контенте. Дело в контенте. Вот так... Не в формате дело, дело в контенте. Если интересно, либо неинтересно. А это, кстати, форма содержания, это... Либо интересно, либо неинтересно. Если неинтересно, то какая у тебя формата? Делать ролики на 15-20 минут, больше. Ну, и пожелать их там на 15-20 минут. А я вот тебе скажу. Вот я сейчас... Пример. Даже мы как-то делали. Вот ты посмотри, это будет классный. Это будет суперский абсолютно... Суперское видео. Вот я вернулся, да? Там определенный формат. Всегда классный. Кафе, да. Это жестко. Я не знаю, что это не будет. И время, когда мы там уж не перебивали. Абсолютно. И получилось, что если бы было как здесь, а там было очень много поводов прервать мужика, это было бы дерьмо. А вот тот ролик, который получился, ну, конечно, и парень сам, партиш, но... Он бы не смог себя выказать, понимаешь? Ну, не получится у них ролик, потому что у них сейчас рука-фу света нет у них, и звука у них тоже нет. И все у них уйдет в дерьмо. Все это уйдет в никуда. Нет, ну, можете... Давайте договориться о регламенте. Да ладно, это не дело не в этом. Нет, ну, я говорю, все вопросы же можно обсуждать. Делать же не в формате. Ну, я не понимаю. Ну, не в формате же. Ну, не в формате дело, а дело в содержании. А вопрос такой, что записано там 2 часа, это же можно тоже нарезать? Ага. Можно. Лишнее было выкидывать. Ну, просто редактирование этого файла займет 5-6 часов. То есть, если бы резать, резать, и потом это дело. В любом случае, содержание зависит от формы. Потому что, если идут сплошные прерывания, то сущностная вещь, она ускользает, ты понимаешь? А если ты прослушал, ты потом можешь задать вопрос, тот, который тебя действительно волнует. И то, что ускользает. А если прерывание идет, то неясно, что ускользает, собственно. Вот по твоему же докладу насчет восприятия, я же тебе говорил пример, но вот для просмотра, я нормального человека, там абсолютно не поймаешь, непонятно, что за палки. Вот самое главное, ты не объясни, что за палки. Google, бах, преобразование в фурье, что, пауза, Google. Да, да, да. Не, ну просто, с другой стороны, это есть какой-то наш специфический стиль, на самом деле. И все живут по какому-то формальному шаблону, сначала доклад делается, потом как бы вопросы, потом, когда что-то такое, какой-то регламент там. А мы как бы, у нас какой-то, то, что называется, штурм, понимаете? Где вот, в свое роду, куча мала, как бы, ну не совсем уж так уж там, ну, что-то такое осваиваю специфическое. Это высокий стиль, правильно? Ну, правильно, стиль, но этот стиль уже не соответствует времени. Поскольку... Да, может, он как раз соответствует время. Нет, потому что сейчас, раньше в YouTube практически ничего такого не было. Сейчас вот, понимаешь? Вот, очень много интересного, я туда буду выкладывать. Человек, кроме всего прочего, он еще хочет чего-то узнать. А не просто вот, о, какие интересные ребята, я посмотрю, что-то... Какое-то знание получить. А у нас со знанием очень-то хреново получается. Просто живое мышление, вот стиль живого мышления, как бы, понимаешь, да? Нет, мы сколько раз говорили, да, что можно 15 минут молчать. Да, обязательно. Обязательно. Пока. Через... Значит, 15 минут молчать, через 20 минут можно в реплики вставать, а после получаса можно все что угодно. Можно кухаряк, да? Молчи! Можно кухаряк. И все одновременно, да? Через полчаса сидят такие молча. Как глянули фанфары. Бо, зарвал золото. Не, ну, логично. Если перебивать сразу после первой-второй минуты, то это, конечно, не нормально. Это правда. Просто если будет длинная повествовательная речь, большинство все-таки докладчиков аудиторию не держит. Это движение не задает. И народ через 2-3... Вот посмотрите, у Антона те штуки удержания аудитории. Какая-то там была теория времени у него. У него среднее удержание аудитории было 3 минуты. Все, потому что народ уходил. Его никто не перебивал. Спекулятивная теория времени. Я когда-то давно посмотрел, сколько он смотрит, там 3 минуты было. У него сейчас было удержание? Не было. Потому что метод движения был не задан. Спекулятивная теория времени. Которую не надо было? Нет. Нет, нет. До этого. Ну и когда-то я смотрел... У него не плохо получилось. Ну да, но тем временем у него удержание аудитории было 3 минуты среднее. То есть в этом... Даже какого-то несчастного Тесла автомобиля, там эта штука, в которую люди приходят просто обзор автомобиля узнать по большому счету. Ну такие автомобилисты. Совсем не наша аудитория. Там и то 7 или 8 минут среднее удержание аудитории. А, ты имеешь в виду твою аудиторию? Я думаю, что от Седуха. Нет, нет, нет. Там, там. То, что фиксирует YouTube, он показывает сколько минут. Просто рассказывает. Ты даешь 15 минут людям, и это совершенно им не помогает. Он будет фиксировать. Там есть статистики. Как выручили видео. Да, статистики. Максимальное количество людей. И это можно посмотреть, как там. И у некоторых столбик возникает. У кого-то идет медленная кривая. А если я фрагментами смотришь? Видно. Будет видно. Ну там усредняется все. А то усредняется, но когда их мало просмотров, то видно вот эта штука. Снимайте видео. Единица информации выдавать. Нет, но есть же, есть же, какой-то я не помню. Я что-то у себя недавно посмотрел. Там удержание аудитории было. До конца чуть ли не 35% посмотрел. Не помню чего. Ну вот реально просто. Там было больше часа. Под час было. Там какой-то был дикий показатель совершенно. Что-то было такое. Я не помню, что это было. Я просто вошел. Надо развивать. Пошел и удивился. Да люди хотят про непланетян. Это да, такое есть. Поэтому на аудиторию здесь не надо обращать. Пши да и телоиды все. Да, русские права. Что вы говорили за налетающий объект? Ну что, все, да? Аудитория? Да.